Девушки отдыхают Девушки отдыхают При помощи линии электропередач электроэнергия доставляется потребителям и все электростанции объединяются в единую энергетическую систему страны Управление производством и распределением электроэнергии осуществляется диспетчерскими управлениями энергосистемы На что расходуется такое огромное количество электроэнергии? Ее употребляют прокатные станы, электровозы Металлорежущие станки Трамваи Троллейбусы Электрические печи Прессы Сварочные аппараты Буровые установки И другие механизмы Около 65% всей вырабатываемой в нашей стране электроэнергии Преобразуется электроприводами различных машин и механизмов В механическую энергию Что же представляет собой современный электропривод? Электрический привод рабочей машины Представляет собой электромеханическую систему Состоящую из следующих основных звеньев Электродвигателя постоянного или переменного тока Передаточного механизма, например, редуктора Управляемого преобразователя мощности Тиристорного, транзисторного, магнитно-полупроводникового или электромашинного Аппаратуры автоматического управления Электрическая энергия из сети переменного тока Поступает в управляемый преобразователь Где преобразуется по напряжению или частоте А затем электродвигателем превращается в механическую энергию И через передаточный механизм Приводит в движение рабочую машину Совокупность электрической аппаратуры и управляемого преобразователя Составляет автоматическую систему управления электроприводом Автоматические системы управления электроприводами В процессе своего развития Прошли путь от простейшего рубильника До современных систем управления с электронными вычислительными машинами Позволяющими без участия человека реализовать сложнейшие законы управления У истоков электропривода стояли русские ученые и инженеры Первый электродвигатель с вращательным движением якоря Пригодный для применения в промышленности Был создан в 1834 году Академиком Российской Академии Наук Борисом Семеновичем Якоби Двигатель Якоби усовершенствованной конструкции В 1838 году Был использован для приведения в движение по реке Невея Катера с 12 пассажирами Со скоростью полторы версты в час Большой вклад в развитие электропривода Внесли выдающиеся русские ученые электротехники Михаил Осьпович Долива-Добровольской Изобретатель асинхронного электродвигателя Получившего наибольшее распространение в промышленности Дмитрий Александрович Лачинов Автор первой теоретической работы в области электропривода Петр Николаевич Яблочков Изобретатель дуговых ламп и творец первых трансформаторов И многие-многие другие До Великой Октябрьской революции в России Вырабатывалось столь малое количество электроэнергии Что о широком применении электропривода в промышленности Не могло быть и речи Ленинский план ГОЭЛРО Дал новое начало развитию промышленного электропривода в нашей стране Строительство электростанции и электрификация промышленности Потребовали подготовки большого числа специалистов-электриков В 1922 году в бывшем высшем техническом училище в Петрограде Ныне Ленинградском электротехническом институте имени Владимира Ильича Ульянова Ленина Была создана первая в нашей стране кафедра электропривода И началась подготовка инженеров по электроприводу и электрификации промышленности Организатор и руководитель этой кафедры Профессор Сергей Александрович Ринкевич Был основателем отечественной научной школы электропривода Он создал первый систематизированный курс по основам электропривода Разработкой и внедрением промышленных электроприводов Занимался коллектив, руководимый профессором Ринкевичем Большой вклад в развитие электропривода Внес профессор Ленинградского политехнического института имени Калинина Владимир Константинович Попов Автор многих научных трудов и пособий Академик Виктор Сергеевич Кулибакин Представлял отечественную школу электропривода в Академии наук СССР Многое сделали для развития электропривода советские ученые Профессора Голован, Морозов, Фатеев и другие Что же такое современный автоматизированный электропривод? Каковы его возможности? Какое место он занимает сегодня в народном хозяйстве страны? Ответить на эти вопросы нам поможет небольшая экскурсия По различным объектам промышленности и транспорта Куйбышевский металлургический завод имени Владимира Ильича Ленина Жизнь любой детали из металла начинается в литейном цехе Расплавленный металл превращается в слитки в литейной машине Слиток здесь формируется не в традиционных разливочных формах из ложницах А с помощью электромагнитного кристаллизатора Представляющего собой своеобразный магнитогидродинамический привод В прокатном цехе слитки предварительно нагреваются в печах Вилочный кран забирает нагретый слиток из печи И переносит его на рольганг Каждая секция которого приводится во вращение отдельным регулируемым электроприводом Далее слиток прокатывается в вертикальных и горизонтальных волках Разворачивается и снова перемещается по рольгангу в горизонтальной реверсивной прокатной клите Уменьшая по определенной программе расстояние между волками и изменяя направление их вращения Операторы ведут прокатку до получения полосы требуемой толщины Для обеспечения огромного усилия при прокатке металла и плавного регулирования частоты вращения волков Применяется регулируемый электропривод постоянного тока с двигателем мощностью 6000 кВт Общая установленная мощность электродвигателей прокатного стана достигает нескольких десятков тысяч кВт Из реверсивной клети полоса поступает в пятиклетевой стан непрерывной прокатки После каждой клети полоса металла становится тоньше и одновременно увеличивается ее длина Для поддержания постоянства натяжения полосы каждая из клетей этого стана должна иметь свою частоту вращения волков Строго согласованную с предыдущей клетью Скорость прокатки в современных станах доведена до 40 метров Оборудование и аппаратуру управления механизмами прокатных станов расположены в машинном зале цеха Здесь находятся приводные электродвигатели горизонтальных и вертикальных волков реверсивных клетей стана Электродвигатели волков пяти клетей стана непрерывной прокатки вместе с редукторами Электродвигатель горизонтальных волков реверсивной клети питается от преобразовательного агрегата Состоящего из двух генераторов постоянного тока мощностью свыше 3000 кВт каждый вращаемых мощным синхронным двигателем Здесь же в машинном зале находятся и другие электромашинные агрегаты Аппаратура управления смонтирована на панелях, размещенных в шкафах Для управления электроприводами механизмов прокатных станов используется разнообразная аппаратура Ртутные выпрямители Быстродействующие автоматические выключатели Релейно-контакторная аппаратура Тиристорные преобразователи Полупроводниковые блоки и регуляторы Перед вами панель автоматической системы управления тиристорным преобразователем Выполненным с использованием элементов унифицированной блочной системы регуляторов Набор типовых блоков различного функционального назначения Обеспечивает возможность построения систем автоматического управления электроприводами разнообразных механизмов Рациональная конструкция блоков Обеспечивает удобство контроля и замены их в случае выхода из строя Разнообразные интересные электроприводы металлорежущих станков Продольно-строгальный станок Стол станка вместе с обрабатываемой заготовкой совершает возвратно-поступательное движение При рабочем ходе резец снимает металл заготовки А при холостом стол возвращается в исходное положение Для привода стола применены два двигателя постоянного тока Работающие на один вал с питанием их от генератора Система автоматического управления приводом стола Выполненная на магнитно-полупроводниковых преобразователях Обеспечивает плавное регулирование скорости Разгон и торможение стола при предельно допустимых ускорениях Кроме привода стола станок оснащен рядом вспомогательных электроприводов Средневолжский станкостроительный завод 50 лет назад выпускал токарно-винторезные станки На которых не было ни одного электрического аппарата Шпиндель такого станка приводился во вращение от внешнего трансмиссионного вала Через ременную передачу посредством ступенчатого шкива Сегодня токарные станки этого завода Оснащаются совершенными системами автоматизированного электропривода На станках особо высокой точности Для плавного регулирования частоты вращения шпинделя Используется комплектный реверсивный тиристорный электропривод Он состоит из электродвигателя постоянного тока Со встроенным тахогенератором и блока тиристорного преобразователя На станках с числовым программным управлением Обрабатываются детали сложной конфигурации С точностью до нескольких микрон Все данные о траектории перемещения инструмента И элементах режима резания Заранее подготавливаются технологами Эти данные кодируются программистами И переносятся на перфоленту посредством специальных устройств Здесь же осуществляется контроль полученной перфоленты При этом закодированная информация считывается с перфоленты Декодируется и печатается на бланке пишущей машинкой Готовая перфолента наматывается на катушку И закладывается в считывающее устройство системы числового программного управления После пуска станка информация с перфоленты переносится в запоминающее устройство Обрабатывается системой числового программного управления ЧПУ Распределяется по заданным адресам И отрабатывается исполнительными механизмами станка Роль рабочего сводится к наблюдению за процессом изготовления детали Контролю размеров готового изделия И внесению необходимой коррекции в программу Фотосчитывающие устройства и органы управления системой ЧПУ Обычно располагаются на дверце шкафа А вся остальная аппаратура числового программного управления Размещается в одном или двух шкафах Компоненты электрической схемы Размещены на отдельных платах Соединенных между собой штепсельными разъемами При использовании на станках ЧПУ Маломощных шаговых электродвигателей Возникает необходимость применения гидроусилителей Момента Получающих питание от гидросистемы станка Более рациональным по сравнению с электрогидроприводом Является силовой шаговый электропривод При котором отпадает необходимость использования гидросистемы Конструктивно система числового программного управления Специализированным токарным станком Оснащенным силовыми шаговыми приводами Состоит из силового электрического шкафа Шкафа системы ЧПУ И шкафов с аппаратурой управления силовыми шаговыми двигателями Органы управления станком размещены на передних дверцах шкафов Система ЧПУ конструктивно выполнена в виде отдельных ячеек с печатным монтажом В запоминающих устройствах своеобразного мозга системы ЧПУ интерполятора Применены многоразрядные сдвиговые регистры в интегральном исполнении Именно наличие в системе ЧПУ интерполятора и позволяет обрабатывать на станке детали сложной конфигурации Сложные и совершенные как по конструкции, так и по системам управления Токарные патронные станки с числовым программным управлением Система ЧПУ с линейно-круговым интерполятором Применена на токарном патронном станке с шестипозиционной револьверной головкой Высокой производительностью и большими возможностями Обладает оснащенной системой ЧПУ токарный патронный станок С инструментальной головкой на 12 позиций Одним из широко распространенных методов окончательной финишной обработки деталей является шлифование Оно производится на круло-шлифовальных или плоско-шлифовальных станках Электрические приводы шлифовальных станков Обеспечивают оптимальные технологические режимы И высокую точность геометрических размеров деталей Для повышения производительности Прецизионные шлифовальные станки Оснащаются самонастраивающимися автоматическими системами управления Волжский автомобильный завод имени 50-летия СССР ВАЗ Это сочетание передовой технологии, современной техники, четкого управления производством, высокой производительности и культуры труда Технологическое оборудование завода «Гиганта» оснащено огромным количеством автоматизированных электроприводов и систем автоматического управления В прессовом цехе изготовляются детали кузовов автомобилей Здесь реализуется обширная программа механизации и автоматизации ручного труда при помощи роботов Наличие системы программного управления позволяет легко перенастраивать и применять роботы одного и того же типа на различных операциях На заводе имеются участки, полностью обслуживаемые роботами Но это только первые шаги Будущее за комплексно механизированными и автоматизированными цехами и заводами Оснащенными поточными линиями и роботами на всех этапах производства И здесь есть над чем поработать специалистам по системам управления и автоматизированному электроприводу Штампы для прессов обрабатываются на копировально-фрезерных станках Автоматическая следящая система управления копировально-фрезерным станком Обеспечивает движение копира по поверхности модели штампа и точное повторение этого движения режущим инструментом Для осуществления сложной траектории движения режущего инструмента в пространстве Станок оснащен электроприводами подач по трём координатам В результате заготовка принимает форму модели Ханвейеры широко применяются в производстве двигателей в кузовном производстве автозавода В результате заготовки в кузовном производстве двигателя Без чёткой и бесперебойной работы этих транспортных артерий Невозможна работа главного конвейера, с которого в итоге труда многих тысяч людей Каждые 22 секунды сходит готовый автомобиль Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат – передовое предприятие отрасли Технологический процесс производства бумаги и картона начинается с приготовления бумажной массы В подготовительном цехе рубительной машины измельчают исходное сырьё древесину Разрубленная древесина подвергается химической и термической обработке и превращается в целлюлозу После очистки и сгущения Волокна целлюлозы в размалывающих мельницах проходит дальнейшее расщепление Подготовленная бумажная масса поступает на сеточную часть бумагоделательной машины Скорость и количество поступления бумажной массы на сетке машины определяют толщину бумаги Окончательное удаление влаги из бумажного полотна осуществляется в прессовой Затем в сушильной частях машины Готовое бумажное полотно сматывается в рулон Из-за ограниченной прочности бумажного полотна К электроприводам секции бумагоделательной машины Предъявляются жесткие требования по поддержанию скорости При движении бумажного полотна на скоростях доходящих до 1 км в минуту Допустимая погрешность не должна превышать сотых долей процента На протольно-резательном станке Готовое бумажное полотно разрезается на полосы требуемой ширины Полотно движется со скоростью до 2 км в минуту Приводные электродвигатели механизмов бумагоделательной машины Питаются от тиристорных преобразователей Автоматические системы управления приводами Строятся по принципу подчиненного регулирования С использованием унифицированных блоков Современная буровая установка Содержит более десятка электроприводов Для спуска и подъема бурильных труб Используются лебедки грузоподъемностью в несколько сот тонн Наращивание колонны труб Осуществляется за небольшой промежуток времени При помощи механизмов, оснащенных электроприводами Электроэнергия от специальной подстанции Поступает в машинный зал буровой Где расположено основное электрооборудование Для приводов лебедок используется Два синхронных электродвигателя Мощностью по 700 киловатт Автоматические системы управления Электроприводами буровой установки Выполнены с использованием Силовых тиристорных преобразователей Содержат магнитно-транзисторные И другие элементы и аппараты Автоматического управления Головная насосная станция нефтепровода Дружба Добытая нефть по нефтепроводам Поступает на насосные станции И затем перекачивается к потребителям В нашей стране и за рубежом Мощные насосы Создавая в трубопроводе давление До 60 атмосфер Перекачивают нефть Для приводов насосов Используются синхронные двигатели Мощностью более 1000 киловатт На насосной станции Много и других электроприводов В частности приводы вентиляторов И многочисленных задвижек на трубопроводах Аппаратура управления Электроприводами всех агрегатов Расположена в машинном зале Познакомимся с электроприводами на транспорте Всем известно, что легковой автомобиль Приводится в движение двигателем внутреннего сгорания Но запуск этого двигателя Каждый раз осуществляется Специальным электродвигателем Постоянного тока Стартером Получающим питание от аккумуляторной батареи Количество автомобилей быстро возрастает И от этого все ощутимее Становится загрязнение окружающей среды Будущее городского транспорта За электромобилями Уже созданы первые электромобили На которых проходят испытания Источники питания Аккумуляторные батареи Система автоматического управления Приводные электродвигатели И передаточные механизмы Сейчас внимание ученых и специалистов Работающих в этой области Сосредоточено на усовершенствовании Источников питания Приводных электродвигателей И систем управления электромобилями Давно и прочный электропривод Занял свое место На городском общественном транспорте В троллейбусах И трамваях Достаточно сложна система управления Современным трамваем На котором установлены Несколько приводных электродвигателей И постоянного тока Суммарной мощностью более 100 киловатт Посредством пуска регулирующей аппаратуры Водитель осуществляет пуск Регулирование частоты вращения Реверс и торможение Приводных электродвигателей Широкое применение Электрические приводы Находят на морских и речных судах На современном речном ледоколе Управление основными механизмами Автоматизировано И производится из ходовой рубки В первую очередь это относится К реверсивным электроприводам Грибных винтов Частота и направление вращения которых Определяется положением Команда аппарата в ходовой рубке Расположенные в машинном отделении Два дизеля мощностью 900 лошадиных сил Каждой Вращают генераторы постоянного тока От генераторов получают питание Двигатели грибных винтов И ряд вспомогательных электроприводов К которым в первую очередь Относятся приводы подъема якорей Аппаратура управления Смонтирована на панелях А необходимые контрольно-измерительные приборы Установлены на щите Электрический привод Прежде чем он начнет выполнять свои функции В производственном процессе Проходит этапы проектирования Конструирования, монтажа и наладки И на каждом из этих этапов Нужны знания и опыт инженеров по электроприводу Начальный этап разработки электропривода Составление проектного задания На этом этапе инженеры, механики, технологи И специалисты других профилей Формулирует требования к создаваемому электроприводу Исходя из режимов работы механизма Проектирование включает в себя проведение расчетов И конструкторских разработок Моделирование различных вариантов Сводится на цифровых и аналоговых вычислительных машинах По техническому проекту Изготовляется лабораторный макет создаваемой системы На котором производится комплекс исследований Имитирующих ее работу в условиях эксплуатации В процессе исследований, проводимых с помощью современной аппаратуры Уточняются параметры системы электропривода И с учетом результатов этих исследований Составляется рабочий проект В дальнейшем по рабочему проекту Осуществляется изготовление узлов системы электропривода Ее монтаж Наладка и сдача в промышленную эксплуатацию Типовые унифицированные системы электроприводов Разрабатываются в специализированных Научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях Широкую известность своими разработками Получили Всесоюзный научно-исследовательский институт электропривода в Москве Научно-исследовательский институт комплектных электроприводов в Новосибирске Всесоюзный научно-исследовательский институт релестроения в Чебоксарах И другие организации Основными направлениями в работе этих организаций являются Создание комплектных электроприводов постоянного и переменного тока Разработка типовых блоков и систем управления Применение цифровой вычислительной техники в управлении электроприводами Во ВНИИ электроприводе под руководством доктора технических наук Слежановского Проведена большая работа по разработке и внедрению в промышленность Унифицированной блочной системы регуляторов УБСЭ Работы по созданию крупных и уникальных электродвигателей и систем управления ими Проводится в ряде научно-исследовательских институтов В том числе во Всесоюзном научно-исследовательском институте электромашиностроения в городе Ленинграде На всех этапах от проекта до воплощения в жизнь Разрабатываемые электродвигатели, преобразователи системы управления Проходят в лабораториях этого института всесторонние исследования и испытания В процессе исследований проверяются расчетные параметры на всех режимах работы Уточняются схемы и настройки регуляторов Испытываются конструктивные решения узлов и элементов Серийный выпуск электродвигателей, блоков и систем управления Осуществляется на предприятиях электротехнической промышленности Всемирно известный завод электросила в городе Ленинграде Специализируется на выпуске крупных и уникальных электрических машин Производство машины начинается с изготовления отдельных деталей и компоновки ее узлов Здесь мы видим отдельно эпизоды процесса изготовления машин большой мощности Магнитная система неподвижной части машины, статора Укладку обмотки в пазы статора Изготовление вала машины И, наконец, готовый якорь машины Народному хозяйству требуется большое количество высококвалифицированных инженеров по электроприводу и автоматизации промышленных установок Подготовка таких специалистов ведется более чем в 50 вузах нашей страны Один из старейших центров по подготовке инженеров по электроприводу Московский энергетический институт На кафедре автоматизированный электропривод этого института Руководимый профессором Михаилом Григорьевичем Чиликиным Разрабатываются оригинальные и перспективные электроприводы Автоматические системы управления различными производственными механизмами Совершенствуются теоретические и экспериментальные методы их исследования Здесь работают крупные ученые, видные педагоги высшей школы Профессора Сиротин Соколов, Сандлер, Бычков, Ключев, Ива Ботенко Чьи имена хорошо знакомы студентам и специалистам В учебных лабораториях кафедры действующие установки Прокатный стан Мостовой кран И другие реальные механизмы На которых будущие инженеры изучают объекты автоматизации В Ленинградском электротехническом институте имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина Кафедру электрификации и автоматизации промышленности Возглавляет профессор Артемий Васильевич Башарин Автор учебных пособий и научных монографий по теории электропривода Широк круг задач, решаемых коллективом этой кафедры Создание новых типов теристорных преобразователей Разработка систем комплексной автоматизации И прецизионных систем автоматического управления Разработка методов анализа и синтеза нелинейных систем С использованием цифровых и аналоговых вычислительных машин В лабораториях кафедры под руководством известных ученых и опытных педагогов Борцова, Голубева, Цыкова, Кипермана, Соколовского, Плескунина Студенты изучают современные системы электрического привода Теорию автоматического управления Промышленную электронику Теорию планирования экспериментов Куйбышевский политехнический институт Один из крупнейших вузов Поволжья На кафедре автоматизированный электропривод этого института Проводятся научные и конструкторские разработки по созданию автоматических систем управления Технологическими процессами в машиностроении и металлургии Одной из этих разработок является высокоточный цифроаналоговый электропривод Для механизмов шлифовальных станков и прокатных станков Действующий макет такого привода для гаммы сферошлифовальных автоматов Выполненный на интегральных микросхемах Обеспечивает точность позиционирования до одного микрона Для токарного станка с числовым программным управлением На кафедре разработана адаптивная система стабилизации силовых параметров при резании При изменении припуска на обработку Система воздействует на подачу, поддерживая на заданном уровне мощность резания Система выполнена в виде блока, дополняющего устройство числового программного управления Применение таких систем позволяет увеличить производительность и качество обработки деталей Подготовка инженеров по электроприводу ведется во всех союзных республиках нашей страны Кафедра электропривода Таллинского политехнического института Известна своими научными разработками в области магнито-гидродинамических электроприводов Одна из модификаций магнито-гидродинамического привода Предназначена для транспортировки жидких металлов Вся огромная работа по составлению учебных планов и программ отдельных дисциплин Проводится научно-методической комиссией по электроприводу и автоматизации промышленных установок Министерства высшего и среднего специального образования Союза СССР Руководит комиссией профессор Иван Иванович Петров На заседаниях комиссии известные вузовские педагоги и ученые Обсуждают проблемы и пути совершенствования подготовки инженеров по электроприводу Большое значение для определения перспектив развития современного электропривода и систем управления Для оценки результатов теоретических и инженерных разработок Имеют периодически проводимые всесоюзные научно-технические конференции По автоматизированному электроприводу Открывая седьмую конференцию по автоматизированному электроприводу в городе Таллине Председатель оргкомитета профессор Чиликин Изложил основные направления работ в области электропривода на предстоящую пятилетку Разработка наиболее эффективных методов расчета и проектирования электроприводов Использование электронных вычислительных машин в автоматических системах управления Разработка систем комплексной автоматизации технологических процессов и установок Директор Всесоюзного института в НИИ электропривод Михаил Григорьевич Юньков Рассказал о состоянии и планах работ электротехнической промышленности Участники конференции Ведущие ученые и специалисты заводов, проектно-конструкторских организаций, НИИ и вузов всей страны Среди них профессор Юрий Алексеевич Сабинин Один из авторов широко известного учебного пособия по основам электропривода Профессор Владимир Дмитриевич Барышников Видный специалист по электрическому приводу бумагоделательных машин Здесь на конференции ученые и специалисты обменялись мнениями по теоретическим и прикладным вопросам автоматизированных электроприводов По повышению их качества и надежности, по их более широкому и эффективному использованию в народном хозяйстве Современный инженер по электроприводу должен многое знать и много уметь Он должен владеть и фундаментальными науками, и прикладными инженерными знаниями Об электрическом приводе можно было бы сказать еще очень много В этом же фильме даны самые общие представления об автоматизированном электроприводе Его назначении, многочисленных областях применения и бурных темпах его развития Электропривод – это силовая основа электрификации и автоматизации народного хозяйства Одно из важнейших технических средств создания материально-технической базы коммунизма Редактор субтитров А.Семкин